Правильная мова снищается. Все, что основано на мове, когда люди разговаривают, она втрачает и корень, и все, втрачает и понимание, и не понимают слова так, как нужно. В принципе, правильно. То есть смотрите, изначальный язык был создан богами для людей на основании соответствия звуков и явлений в природе. Изначальный язык, там каждое слово, оно в точности отображает идею, которую обозначает и является звуковым проявлением этой идеи. И в славянских языках на протяжении многих тысячелетий это сохранялось. Вернее, как в индоевропейском языке, в арийском языке на протяжении многих тысячелетий это сохранялось. Позднее, когда арийская общность как настратическая рассыпалась, это чаще всего сохранялось в индоевропейской общности. Когда индоевропейская общность рассыпалась, это чаще всего сохранялось у тех народов, которые сохраняли ведическую традицию, которые сейчас известны как славянские и балтские народы. По сути дела, одни и те же народы. А те, которые в ведах именуются балтами, это те, которые уже вымерли, а те, которые сейчас, это славяне. Так что здесь отдельная ещё история. И вот, получается, что в современном украинском искажение шло из-за того, что официальный украинский язык, он является именно вот тем протоязыком, но с дополнением и искажением, потому что он является не чистой, а как бы простолюдинской вот такой вот говоркой на основании, как бы слангом, но на основании протоязыка. Российский язык также является ветвью славянского языка, но его искажали в угоду того, чтобы там не было видно ведической сути слов, ещё сильнее, чем украинский, и искажали в угоду того, чтобы он был более похожим на европейские языки. Ну и греки его искажали, как бы, то есть Русь они не могли произносить, они слово Русь превратили в слово Россию, и много других слов так же самого. Очень много слов с удвоёнными согласными, это грекам можно спасибо за это сказать. Но, получается, что сейчас в украинском языке сохранилось много древних корней, и в российском сохранилось, и в белорусском сохранилось. И задача наша, используя современные официальные языки, постепенно перейти на протоязык. Однако, если использовать суржик, в котором нет чистоты образов, нет чистоты слов, то тогда это отбрасывает нас на ступень ещё дальше от цели нашей. То есть, вместо того, чтобы становиться ближе к истокам, мы становимся ещё дальше от исток. И вот суржиковатость языка, она поискажала очень много в языке, когда вместо прямого значения слов стали использоваться какие-то побочные. К примеру, вот слово «вбрання» и слово «вбратость», которым в украинском языке часто заменяют слово «одяг», то есть «одежда», от идеи того, что человек сначала как бы убирает всё лишнее, то есть моется, очищается, а потом одевается. Но как бы из-за смещения значений получилось так. И много есть в языке, когда есть изначально одно значение слова, его берут и используют к чему-то другому. Тут «вбрання» — это слово… Ну вообще «вбрання» означает процесс мытья дословно. Ну почти так, зараз, как разумеется. Ну вот слово «вбирать» лишнее, прибирать. Вот в хате прибирать. Мы когда говорим «прибирать хату», мы не говорим, что там стены красить и обои клеить. Хотя некоторые говорят, что вот в хате там интересное такое убранство. Хотя, то есть… Ну, хотя убранство оно тоже не подходит до этого видоса. Ну да, потому что изначально это как бы… Убранность означает чистоту. А уже какие-то элементы, которые находятся означают… Ну ладно, то есть… Это ещё не настолько сложно. Помните, мы разбирали идею относительно того, как специально враги подменяли идею ухудшения и худобу, то есть идею там поправления и поправиться, как потолстеть. Много чего в языке искажено, взяты какие-то боковые значения, приплюснуты к тому, к чему они как бы прямого значения не имеют. И вот как современный сленг является извращением даже современного языка. Так, по сути дела, и современный язык является сленгом по отношению к древнему языку. Но, если мы, по крайней мере, используем его, получается, мы там на одну ступень дальше там от старого языка. А если мы используем то, что на одну ступень дальше от нынешнего, то получается, мы уже на две ступени становимся дальше от старого языка. Поэтому я считаю, что нужно сохранять язык в чистоте во всех смыслах этого слова. Ну, сейчас, с кем не общаешься, все разговариваются на таком Суржикове, что... Та есть, сама по звучанию всех этих слов, потому что, если помнишь, приходится иногда задуматься, как сказать правильно, чтобы было правильно именно. Ну, он не согласен, потому что язык и украинский, и российский имеют свои закономерности, и понимая эти закономерности, можно вычислить правильную версию. А вот Суржик, он не имеет закономерностей. Суржик, единственная закономерность, это быдлячая гнилостность в мозгах заеденных селитерами существ, которые вот в таком состоянии что-то там бормочат. И зачем воспроизводить это непонятное бормотание? Однако, возвращаясь к богам, ну, что получается? Истанбог – бог истинный. Богиня истина – тоже богиня истины. Управляются ворога четвертью прави, воплощались на земле, являются прародителями арэвычей. Что дальше? Ну, я это все знаю. Ну вот. Не, ну а что рассказать такое, что вы не знаете? В какой области? Соответствующая стихия – огонь. Соответствующий век – золотой. А Истанбог много раз утилился на земле? Множество. Многое множество. Ну, по сути дела, как надо, так сразу. А в бавине Арина – тоже сестра? Ну, часто воплощалось, тоже в зависимости от того, как было, в каком состоянии народы были. Ну, часто воплощалось, да, как сестра-близнец. Иногда воплощалось в какой-то другой семье. Иногда даже в другом роду и другой какой-то версии славянского народа. Или кто-то из них воплощался среди арабочей, кто-то среди дровидов. Иногда то так, то так. То есть, были всякие эти версии на протяжении всей истории человечества. Мнужной змей Мнужной змей Мнужной змей Мнужной змей Уже я не знаю, что вам сказать. А что даёт быть? Что даёт быть? Что даёт быть? Что вы читали последние? Читала... Ouais. И что вы читали? И что вы читали? Про что такое вранье вы читали. И что вы там вы читали? Интересно. То, что вранье, то и вранье. И что демон кривды его, он сам наплодил множество лжей, чтобы люди не могли добраться до истины. Ну да. Это еще один раз прочиталось. И нынешняя цивилизация она в этом отношении прекрасное доказательство, что именно так. Когда вот есть куча религий и вот самый страшный глюк это в мозгах тех, которые говорят да все правы, каждый по-своему, у всех своя правда там, все каждый на своем уровне. А еще, допустим, христианам говорят, не правда-таки у нас, а все ищицы. Нет, но это и тот и тот подход, если его возводить в абсолют, ненаучный. Потому что научный подход это сначала видим какой-то предмет и сначала, да что это такое. И вот один говорит, ну, это, наверное, там, к примеру, посуда такая. А другой говорит, нет, это, наверное, ритуальный предмет. Ну, к примеру, если стоит вот эта штука где-то на столе, и несколько человек, им нужно определить, что это такое. А еще кто-то сможет сказать, что это даже красивый грущок для квит. Ну, тогда научный вариант, это вот если вот те люди, которые есть, изначально подходят, каждый высказывает свою точку зрения, и дальше они просто определяют, чья точка зрения правильна. К примеру, кто-то говорит, что там это горшок для цветов. И, соответственно, горшок для цветов, смотрим, нету дырки, чтобы вода вытекала. Поэтому по функциональности, если это горшок для цветов, он какой-то ущербный. Дальше, а если, видел ли кто-то цветы в таком горшке? Ну, на повысково бачьте. Ну, как бы, не обязательно, но желательно. Кроме того, если мы материал пробуем, материал это металл. Металлы и горшки для цветов не очень состыкуются, потому что вода, она даст окисление металла. Она научит черепковье. То есть, так или иначе, видя этот предмет, вариант с горшком для цветов нужно откинуть. Дальше, вариант что? Что готовить в этом пищу? Ну, во-первых, не видно здесь никаких при горелости, не видно там другого. Поэтому для готовки и ручки нет. Да, тоже лучше откинуть. Дальше, вариант что это тарелка, или там пиала, с которой там что-то есть, или пить, можно рассмотреть, однако, однако, тот, кто знает, если, к примеру, в этой толпе будет какой-то человек, который знает, он скажет, ну, это вот такие делают тибетские поющие чаши, и откроет еще интернет, покажет, смотрите, вот, вот где производят, вот какая технология, и тогда будет четкое понятие, что и для чего. и для чего. И для чего.